Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И сегодня вашему вниманию я представляю вебкаст на тему «Выход из скриптов в Windows PowerShell 5». Не пугайтесь названия. В данном случае мы будем говорить о том, как использовать ключевые слова для того, чтобы прерывать выполнение кода. Это уже третий вебкаст в группе, поэтому если вы не знакомы со скриптами, я настоятельно рекомендую посмотреть предыдущие вебкасты, так как мы будем сегодня цепляться и обращаться к материалу, разобранному в предыдущих вебкастах группы. Мы по-прежнему размещаемся на машинке PSPC01. Это рядовой компьютер в домене Silly Local. На нем установлен Windows 10, корпоративная, русская версия. Используем мы редакцию 64 бита и версия у нас 20H2. Это, кстати, сегодня сыграет нам на руку и некоторую особенность, именно 20H2 мы здесь увидим. Хотя она не имеет никакого отношения к PowerShell. Когда мы создаем команды на языке Windows PowerShell, мы, как правило, пишем функции и скрипты. Разумеется, для того, чтобы оптимизировать код, внутри скриптов мы нередко пишем функции. И, соответственно, различные логические выражения, которые позволяют управлять потоком кода, по-разному влияют на функции скрипты. Именно это отличие в работе и возможные плюсы и минусы мы сегодня постараемся рассмотреть. Итак, давайте сделаем самое простое. Разберемся с небольшим скриптом, который будет выводить процессы по указанному параметру. Давайте попробуем посмотреть, как это можно сделать. Для нашего скрипта определим блок параметров, ключевое слово param, в котором у нас будет присутствовать один единственный параметр, который будет называться nameTemplate. Определим его при помощи типа данных string, то есть строка текста, и называться он будет nameTemplate. Готово. Параметр по умолчанию значения не будет иметь, но, в общем-то, нам это не столь важно. И дальше будет очень простой командед, например, getProcess, которому в выводе мы при помощи vObject будем выполнять некоторую фильтрацию, а именно искать свойства name, и если имя будет соответствовать шаблону, расположенную в переменной nameTemplate, то мы эти процессы будем отображать на экран. Что ж, давайте сохраним файл скрипта. Разместим его в папке документы, назовем его скрипт, и попробуем вызвать его. Перейдем в документы, и выполним скрипт PS1. Как видим, работает. Когда мы вызываем скрипт без параметров, он вводит нам абсолютно все. Если мы указываем шаблон имени, допустим, Edge, мы видим только Microsoft Edge. И вот здесь особенность. Начиная с Windows 10 версии 20H2, у нас используется Edge по умолчанию на ядре Chromium, и, соответственно, процесс называется MS Edge, а в предыдущих версиях они назывались Microsoft Edge CP, и Microsoft Edge просто. Что ж, такой вот маленький нюанс, но это скорее про то, что Windows 10 распространяется по модели Windows Asp Service, а нас больше здесь интересует работа нашего скрипта. Итак, скрипт работает, все здорово, но представим себе, что когда мы достаточно часто вызываем скрипт, забыв указать параметр, нам не очень нравится, что вываливаются все абсолютно процессы, их может быть очень много, но их и здесь, в общем-то, немало, и мы хотели бы некоторые условия добавить, которые бы в случае, если мы забыли указать параметр, прерывало выполнение скрипта. Это довольно легко сделать. Для этого у нас есть специальное выражение return. Выражение return, вызванное в теле скрипта, завершает выполнение скрипта. Но точно так же выражение return может влиять и на функции. И, соответственно, если в теле скрипта встречается функция, и в теле функции встречается выражение return, то завершается не скрипт, а та функция, в теле которой размещено выражение return. И, с одной стороны, это не очень удобно, а, с другой стороны, это, наоборот, может быть очень удобно, потому что логика функции не влияет на родительский скрипт, который ее вызвал. Давайте попробуем описать, как это все можно использовать. Итак, мы перед тем, как что-либо выводить, добавим небольшую проверочку. Если в нашей переменной nameTemplate пустая строчка, то в таком случае мы будем создавать ошибку writeError и, допустим, просить указать параметр nameTemplate, а после этого выполнять выражение return. Отлично. Сохраняем наш скрипт, пробуем вызвать скрипт без указания параметра, видим ошибку. Ошибка просит нас указать имя шаблона. Параметр. Если же мы имя шаблона все-таки указываем, например, наш edge, то у нас все хорошо. Мы видим список процессов, никаких ошибок нет. И это здорово. Теперь представим все, что мы решили немножко усложнить наш скриптик и использовать функции. Одну функцию мы будем использовать для того, чтобы вывести список процессов, а другую функцию мы будем использовать для того, чтобы вызвать ошибку и завершить выполнение скрипта. Как это могло бы выглядеть? Очень просто. Первая функция будет возвращать процессы. Так назовем ее. Function return process. У этой функции будет шаблончик nameTemplate. Он будет параметром этой функции. Определим ее, кстати, отличным от скриптов образом. И дальше в теле мы просто укажем этот самый код. Готово. Вторая функция function. Она будет называться endScript. у нее не будет параметров. А в ее теле мы определим, соответственно, код. write here и return. Готово. Ну и теперь, если у нас nameTemplate не указан, мы, соответственно, вызываем функцию endScript. если код пошел дальше, дальше у нас срабатывает return process и в качестве шаблона мы подаем nameTemplate, который у нас размещается вот на этой части кода. Тут важный момент. Данный параметр присутствует на уровне скрипта, но не присутствует на уровне функции. Поэтому мы должны его передавать внутрь тела функции через параметр этой самой функции. Но чуть позже мы подробнее остановимся на областях действия переменных. Окей, вроде бы все написали. Попробуем наш усложненный скрипт сохранить. Готово. Пробуем вызвать скрипт с параметром nameTemplate и укажем edge. Скрипт прекрасно работает, никаких проблем нету. А теперь забудем указать nameTemplate и вызовем скрипт. И тут происходит странное. Во-первых, мы видим ошибку, что нужно указать имя шаблона. Во-вторых, мы видим весь список процессов. Почему так происходит? Так происходит по очень простой причине. Потому что функция returnProcess в любом случае срабатывает. Это происходит из-за того, что у нас внутри логического выражения nameTemplate мы попадаем на nscript. nscript пишет нам ошибку, потом завершает выполнение функции nscript и код продолжает выполняться. Да, мы здесь можем использовать некий workaround, то есть такое временное решение, которое может оказаться кому-то полезным. Мы можем здесь указать ключевое слово else и returnProcess заключить соответственно в блок else. Тогда все будет работать корректно. Но представим себе, что здесь не одна функция у нас вызывается, а пара сотен строк кода и соответственно все эти пару строк сотен кода нужно будет поместить в блок else. Что делает скрипт не очень удобным для чтения и соответственно усложняет его логику. Итак, скрипт мы сохранили. Немножко отступаем. Пытаемся вызвать скрипт. Видим, что ошибка у нас происходит. Пытаемся вызвать скрипт с параметром edge. Видим, что скрипт также работает. Но при этом, если мы закомментируем выражение return, оно никак не повлияет на работу нашего скрипта, потому что оно завершает функцию в конце функции и это не на что не влияет. С другой стороны, если бы дальше функция была какая-то логика, которую нужно было продолжить, если каким-то условным выражением мы описывали этот return, то это могло быть полезно для нас. Ну а в нашем случае мы рассмотрим другую важную вещь. Другой важной вещью является выражение exit. Выражение exit, как правило, используют в экземпляре повышев для того, чтобы выйти из него, то есть завершить его работу. Выражение exit точно так же завершало в свое время и командную строку, оно и сейчас может быть для этого использовано. Выражение exit, если встречается в теле скрипта, вне зависимости функции или в самом теле скрипта, оно завершает весь скрипт. И это как раз то, что мы можем достаточно гибко использовать в нашем первом варианте, для того, чтобы заставить наш скрипт работать. Давайте вернемся к экземпляру повышев и посмотрим, как бы это могло все выглядеть. Первое. Мы уберем этот блок else, закомментируем его, то есть теперь у нас явно будет проблема, но проблемы не будет, потому что мы вот здесь используем слово exit. Сохраняем наш скрипт, пробуем его вызвать без параметров и видим. Идет выполнение скрипта, видим, что шаблон не задан, срабатывает n-скрипт, он выводит нам ошибку через команды write-year и выражение exit разрывает выполнение скрипта. Все, он не выполняется дальше. Ну а если соответственно логика exit пропускает, когда мы шаблон указали, давайте что-то это же уже часто, давайте вин посмотрим, вин лагон например, и вин init, процессы работают. То есть в данном случае логика выражения if пропускает скрипт и на выражение exit мы не попадаем. Вот таким вот образом. второй важный момент exit ключевое слово позволяет принимать коды. И для этого важно разобраться вот с чем. Дело в том, что когда вы вызываете например экземпляр PowerShell для того, чтобы он выполнил какой-то блок кода, очень важно с каким выходным кодом он завершается. Давайте посмотрим. Вот например у нас есть PowerShell exe, мы передаем command и в команду допустим get date то есть отрабатывает процесс созданный исполняем файлом pvshell exe и если мы посмотрим через команду echo error level мы увидим здесь 0. Выходной код 0 говорит, что он процесс завершился без ошибки. А если бы мы хотели, чтобы процесс завершился ошибкой, понятное дело, что мы можем здесь использовать ключевое слово exit, которое выкинет нас, но по умолчанию exit также точно выдает код 0. Может быть это специально так сделано, этот exit он для чего-то был нужен. Но если мы хотим именно уточнить, что была ошибка, например, потому что приложение, которое вызывает, отслеживает коды выходные и по ним как-то работает, мы можем ключевому слову exit указать код ошибки. Пусть например это будет 12. И в таком случае year-level показывает нам код ошибки. То есть также если мы здесь подадим допустим код ошибки 16, то соответственно при помощи PowerShell.exe мы используем допустим вызов скрипта, скрипт документ скрипт 1 и скрипту мы не передаем никаких параметров, соответственно он должен завершиться с ошибкой. Как видим укажите name template и теперь в year-level у нас попадает код который мы указали выражению exit. Понятное дело, что если бы мы корректно вызвали скрипт указав ему нужный параметр пусть это будет опять edge все у нас бы нормально отработало. без каких-либо кодов ошибок. Ну тут я думаю все что необходимо было показать на эту тему мы рассмотрели. Мы расширили наш арсенал при помощи двух выражений. Это выражение return, которое может как завершать тело скрипта, так и завершать функцию внутри тела скрипта. Ну и выражение exit, которое может просто выдергивать скрипт, прерывать его выполнение. Это позволит вам создавать более сложные скрипты и использовать в них логику этих двух выражений. Это был уже третий вебкаст в группе. Теперь можно рассмотреть более подробно вопросы, связанные с областью действия переменных в скриптах. И в следующем вебкасте мы этим как раз займемся. Ну а данный вебкаст подошел к концу. Если у вас появились вопросы и пожелания присылайте их мне в почту на lebyfury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге, а мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное, в том числе авторизованное обучение по Windows PowerShell и не только вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а за мной можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!